Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8.33 в Екатеринбурге. Радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. Доброе утро. Да, доброе утро, друзья. Ну и сегодня у нас, опять-таки, традиционная история продолжится. Кирилл Формальчук у нас в эфире, автоэксперт, автоправозащитник. Поговорим о машинах и все, обо всем с ними связано. Кирилл, доброе утро. Всем привет. Слушайте, я хочу начать с историей, которая мне попалась совсем недавно. Ну, это даже не история, это просто наблюдение. Было проведено исследование и выяснили... Мы же часто говорим про китайские автомобили, да? И с Иннокентием Шереметом была программа этому посвященная. И Кирилл вот говорил, и Кирилл, и еще один автоэксперт, который там был, говорили, что сами-то китайцы не очень любят ездить на китайских машинах. Это так, Кирилл? Да, и буквально опять всю ту прошлую неделю мне подались ролики, где сами китайцы в Китае рассказывали, что у них только бедные люди покупают китайские машины, потому что они там очень дешевые. Ну, и это действительно так. То есть, они дешевле там, чем, собственно, европейцы. Так вот, было проведено исследование и выяснили самую популярную автомобильную марку в Китае. Так что... И это Volkswagen. Ай! Ну, просто для понимания. Ну, просто надо понимать, что в Китае есть линия Volkswagen, и есть линейка, которая только для Китая выпускается как раз-таки под этим брендом. Да, это действительно так. Но есть еще и скандал, и мы об этом рассказывали, по-моему, с тобой, Кирилл, да, когда один предприниматель в Германию завез партию Volkswagen из Китая, потому что они даже с учетом доставки значительно дешевле, чем те Volkswagen, которые продаются на местном рынке, даже те же самые модели. И сейчас там идет большое разбирательство, прав он или не прав. Помнишь такую историю? Ну, да. Ну, в любом случае, конечно же, нельзя отрицать, что сама работа, рабочая сила, она в Китае стоит дешевле. А также с учетом того, что, в принципе, очень много запчастей и материалов различных, из которых стоит автомобиль, их тоже производят в Китае, до того, что, начиная с 90-х, все приносили заводы туда, то, в принципе, конечно, себестоимость автомобиля, автомобиля, собранного в Китае, да, она дешевле. То есть, и тут еще не надо забывать, что в каждой стране есть своя налоговая политика. Да, да, это так. Вот, там различные меры по защите населения, там, рабочих, доплаты всякие, там, их страховки и все прочее. Конечно же, уровень социальной защищенности в Европе, там, в Америке и в развитых странах, она, короче говоря, гораздо больше по сравнению с Китаем, что, собственно, опять же, увеличивает стоимость исходного автомобиля. Ну, это неизбежно, да. Окей, понятно. Хорошо. Дальше движемся. Тут у нас такая новость прилетела, что в России неожиданно подешевели машины. Мы вчера смотрели, как случилось объявление продажи автомобилей. Слушайте, ну, я вам скажу, что я в шоке от цен. Я имею в виду, что... Это вторичный. В шоке от... Да, вторичный авторынок. В шоке от соотношения цен к тому, что ты за эти деньги можешь купить. То есть, пробеги, годы выпуска и так далее, и так далее. Так дешевеет или нет? Потому что, да, я тоже периодически сталкиваюсь в новостях с сообщениями, что та или иная марка, ну, вот ее автомобили подешевели. Потом захожу на какой-нибудь сервис, ну, думаю, дай-ка проверю. Правда ли? И я не нахожу этих объявлений. Угу. Ну, то есть, вот как реакция обстоит? Вернее, как все выглядит на самом деле? Вот вчера я буквально изучал рынок, потому что у меня есть рабочая Toyota Camry 2018 года, которую я подумал продать. Так. Она продается 2 миллиона 800. Угу. То есть, это машина, которой 6 лет. Надо понимать, да? То есть, вот можете сделать вывод. Я думаю, если бы экономическая ситуация оставалась такая же, там, как на уровне 2018 года, сейчас бы этот автомобиль на рынке бы стоил, типа, ну, плюс-минус, там, не знаю, 800-900 тысяч. То есть, как минимум, в три раза дешевле. Так, это ответ на вопрос, на самом деле, подешевле автомобиля. На самом деле, нет. Ну, речь в данном случае, конечно, идет о новых автомобилях, если там совсем честно говорить. Но, там, я не знаю, да, какие-то салоны, говорят, делают скидки, там, до 500 тысяч рублей бывает, 200 тысяч рублей у кого-то. Ну, не знаю, чтобы кому-то наши салоны какие-то делали скидки. И салоны только накидки делают в виде различных бонусов им выгодных. Нам пишет песня «Любви достойна только мать» и «Камбри 3.5» заиграл новыми красками. Да. Точно, точно. Спасибо. Спасибо большое. Отличный. Вот, музыкальный композитор. Но, смотрите, вот еще одна новость. Машины адски подорожали не только в России, но и в Европе. Наконец-то! Им стало плохо. Это, знаете, это мастерство-заголовка, значит. Да-да-да. Его надо так читать. Машины адски подорожали в России, забитая, и в Европе. Ну, то есть, адски они подорожали только в России. Ну, я не знаю, в Европе подорожали, не подорожали. Конечно, нам-то какое дело, с одной стороны. С другой стороны, все равно, каналы доставки оттуда каким-то образом сохраняются. Ну, да. Ну, там приведен такой небольшой, небольшая сравнительная таблица, значит. Во-первых, конечно, машины дорожают. Они, в принципе, дорожают с выходом новой модели, с обновлением, да, потому что машины становятся более технологичны. Если мы сравним автомобиль, который производится сейчас и который производился там 10 лет назад, то, конечно, это разница большая. То есть, это разница в системах, в оборудовании, в дополнительном, там, в этих мониторах, там, в видеокамерах, различных интеллектуальных системах. Вот. Это, конечно, разница в этом есть. И в любом случае, так как машины становятся более технологичными и более совершенными, конечно же, они будут дорожать. И не только поэтому, а еще не надо забывать, что за последние, там, 4-5 лет мир пережил массу потрясений, начиная с ковида. Это факт. А когда, в принципе, ну, есть, естественно, инфляция, и много всего произошло, что прям повлияло на экономику. Ну, давай еще, кстати, вспомним, кроме шуток, дефицит полупроводников, тех самых процессоров. Причем он до сих пор, до сих пор сохраняется, этот дефицит полупроводников. И до сих пор многие автомобили, которые до ковида еще выпускались, там, с какими-то электронными системами, они сейчас не могут полностью восстановиться, включая, это касается в том числе и таких крупных производителей, как Mercedes-Benz. Вот. До сих пор продаются автомобили Mercedes, которые без электрорегулировки руля, а хотя сходные модели, там, до ковида продавались с электрорегулировкой, там, связаны с тем, что китайцы не дают эти чипы, в общем... Ну, то есть комплектации несколько обеднели, что называется, да? Ну, не сильно, да, но есть там какие-то маленькие нюансы, да. Надо еще не забывать, что идут большие санкции американские, там, европейские в отношении Китая, им не поставляют, там, оборудование для производства этих полупроводников, там, из Тайвана, в общем, масса всего веселого происходит в мире, что влияет непосредственно на нас, на всех, на потребителей этих автомобилей. Ну, вот я смотрю, сопоставление цен восьмого поколения Volkswagen Golf, например, который выехал и сначала продавался по цене 27, давайте окрулим, 28 тысяч евро, теперь он стоит около 31,5. То есть, в принципе, как раз-таки все это связано. Ну, это совсем другая машина, это совсем другая машина, я специально посмотрел там обзоры нескольких вот автомобилей, которые приводятся в статье, то есть это прям, ну, вот совсем другой автомобиль, и не надо забывать, кстати, о том, что многие производители потихонечку готовятся к тому, чтобы сворачивать производство бензиновых автомобилей, разрабатывают дополнительно новые платформы под электроавтомобили, а электроавтомобили, если его хорошо делать, то его нужно делать изначально с нуля, а платформу именно для электричества, да, то есть чтобы размещать эти батарейки, там делать развесовки. Вот если вы сейчас посмотрите, то вот те электромобили, которые особенно, ну, не такого среднего класса, которые делают изначально под электричество, они уже выглядят по-другому, то есть такому автомобилю не нужен большой капот, потому что у него электромоторы, у него нет двигателя внутреннего сгорания, то есть они становятся ужасами автомобилей, то есть по своему размеру, то есть по длине они становятся короче, вот. Это все потихонечку меняет автомобильный рынок, потому что, собственно, когда у тебя вместо мотора там багажник, тебе впереди большой багажник-то не нужен, потому что становится такая, как бы, ну, совсем логика меняется автомобилей, поэтому, конечно, вложения сейчас в инфраструктуру автомобильного не возрастают, потому что все ищут чего-то там нового, что-нибудь придумать интересное. Нам пишут, цены растут на автомобили ввиду того, что сильно возросли утиль сбора и исчез параллельный импорт по многим направлениям. Все это сделано, конечно, по просьбам трудящихся, пишет Олег. Ну, конечно. Да, еще хочу сказать, что скоро уже совсем, в апреле, опять по просьбам трудящихся, закрывают маленькие лазеечки для дешевого ввоза автомобилей через остальные наши страны АЭС, через Кыргызстан, через Казахстан. Значит, что будет? Почему сейчас очень много везут машин через Кыргызстан? Значит, есть такое понятие, как цена, от которой рассчитываются таможенные платежи. Например, вы купили там в каком-нибудь Дубае автомобиль, который стоит 50 тысяч долларов. У вас есть документы, да? Вы его заводите в Кыргызстан, а Кыргызстан считает, что он стоит 10 тысяч долларов. И, собственно, таможку вам рассчитывает от цены в 10 тысяч долларов. А так как у нас единый таможенный союз, следовательно, автомобиль, который везен в страны этого таможенного союза, на него получается уже электронный ПТС, вы едете в Россию и регистрируете его, он прошел таможню. То есть, поэтому занижается цена автомобиля, следовательно, уменьшается цена таможки. И получается, что наши вот эти соседи по таможенному союзу, они зарабатывают денежку за счет того, чтобы привлекают просто больше поток к себе людей, которые возят машину. И с 1 апреля должна заработать система межведомственного взаимодействия, которая не даст вот таким вот нам с вами, недобросовестным гражданам, экономить и государство лишать денег наших. То есть, этим собираются ворота? Государство свое возьмет, не надо, да, государство свое возьмет, поэтому, если вы хотите купить машину, купите ее вчера, то есть, завтра она будет еще дороже. Опять, опять не успели, да что ж такое-то? Да, мы уже много лет не успели купить автомобиль, поэтому с апреля опять, наверное, будет подорожание автомобилей, потому что пока люди как-то экономят, возят их через Кыргызстан, Казахстан, то все, опять это все станет дороже и еще дороже. Прямо как не поговорим, я в слезах заканчиваю эфир. Ну, ничего, нас спасут иранские автомобили. О, боже мой. Значит, какие у них есть шансы на успех? Тут пытаются разобраться портал Автоньюз, например, есть какая-то машина Тара, называется. Звучит уже хорошо. Звучит прекрасно. Тару будете сдавать. Да, да, да. Я, насколько помню, у нас ходили какое-то время назад автомобили бренда Иран Ходро. Помнишь, такое было? С лошадкой на капоте, да. Ты уже слишком стар, это было в начале 2000-х. Возможно. Вот. Никто уже сейчас про это не помнит. Я помню. Кроме меня. Олды помнят, да. Поэтому это просто старые купленные у Peugeot конвейеры 80-х годов, на которых люди собираются. Также по такому же принципу Deo собирается. До сих пор Deo делает какие-то новые модели, обновляет там эту всю свою Nexia несчастную. Как-то она по-другому сейчас называется. То есть машина, которая там, которая производилась в 80-х годах. Это Кадет Джопель была еще когда-то. Да, кстати, точно. Ну вот, да. То есть это машина, так же вот как бы реально такой вот Советский Союз. То есть машины конструкции 70-х годов, которые выпускались в 80-х годах, их продолжают до сих пор производить как бы и вот так вот. Так происходит. Да. Круто. Так, ладно. Записали. Ну и продолжают ржаветь китайцы. Тут у нас автоэксперты сделали исследование, на каких китайцев полагаться не стоит, у которых точно есть проблемы с тем, что они ржавеют прямо в глазах. Вот там среди прочих. Черри Тига, Черри Амулет, Затай Т-600. Вообще что это? А это машины каких-то первых поколений, потому что сейчас вроде как говорят, что Черри вполне себе стал нормальным нормам. Ну, мне вообще кажется, когда название воруют у названия робота из фильма «Терминатор», это вообще вне закона. Т-600, что это такое? Это Шварценеггер его играл. В общем, в любом случае, любая дешевая машина будет быстро ржаветь, потому что все экономят на материалах, каждая копеечка вычитается из машины, экономят на всем. Но, по-моему, страшнее, чем ржавеют «Газели», не ржавеет никто. То есть, можно купить, или уазики, можно купить, прийти, пойти в салон, посмотреть новую буханку, которая больше миллиона стоит, которая уже сколько, 60 лет, по-моему, наступила этой буханке, как ее производят. И эта новая машина, она может стоять в салоне, а у нее уже могут быть, собственно, ржавые признаки ржавчины. И, значит, так интересно было, как-то я, когда давненько был в Тольятти, мимо проезжали как раз большого какого-то там автовазовского предприятия, начернего, которое штамповало там вот эти панели как раз для автомобилей. И я смотрю, и огромный-огромный стоит ЖД-состав, подвез там металл в бобинах, то есть, металл возится в бобинах закрученных и на открытых платформах. И, то есть, он просто стоит под открытым небом тебе, то есть, он ехал там с завода, да, то есть, он выехал и ездит себе, ржавеет потихонечку. Приехал туда, там стоит на улице, ржавеет, понимаете? Ну, то есть, эти машины, они уже ржавые, как бы уже сразу. Ржавчиной по жизни. Большая существенная проблема, но надо понимать, что ржавеет хорошо там, где есть для этого предпосылки. Если улицу посыпают солью, ну, тут к бабке не ходи, как бы, у тебя все заржавеет, да. То есть, если у тебя есть перепады температуры с обильными осадками, например, привет, Санкт-Петербургу, там машины чудовищно ржавеют, просто чудовищно. Значит, там просто есть машины в таком состоянии, которые вот ты идешь по улице и смотришь, как бы, да, то есть, просто... Сквозь машину видишь, что из-за ржавчины. Вот. А если, конечно, у тебя тепло, хорошо и сухо, то у тебя ничего не ржавеет. Алды, Саша, напоминаю, что Шварценеггер был Т-800. Ну, ладно, да, спасибо большое. Слушайте, нас спрашивают, расскажите, а что за суперэлектрокар привез себе сын Алтушкина? Это машина, которая называется GAC Ion Hyper SSR. Ой, ужас-то какой. Да. Что и в этом что? Ну, не знаю. Марка-то какая? Ну, GAC, GAC, вот эта вот китайская. Похоже на Феррари, немножко по виду. До сотни ускоряется за 2,3 секунды, а некоторые версии 1,9 всего лишь. Ну, у богатых свои причуды, и как раз, я надеюсь, она зиму переживет. Вот, вот. В гараже. Потому что я вам сейчас недавно смотрел обзор на этот Ханчи, или как, вот это сейчас самая популярная машина. Это, для понимания, которые делают машины китайские представительского класса, вроде как обслуживают партийную верхушку. Ну, да, в общем, сейчас машины массово стали закупать в такси, там, в бизнес, там, и в эти всякие премиальные тарифы, и там один водитель рассказывает, там, как у него регулярно не закрывается дверь, там, всякие электроплода и прочее, и его супер-вип, эти пассажиры, которые много денег заплатили за езду вот на такой машине, они едут и держат дверь, чтобы она не открылась. Ну, веревочку подвязать, ну, бабушкины методы же есть. Конечно, конечно. Да, я ехал относительно недавно на подобной машине такого же класса в такси, где с пробегом 5000 горел чек-энджин уже. Ну, и замечательно, и там, наверное, не только... Если бы там была, как в самолете, вот, система диагностики, я думаю, там горело бы гораздо больше всего того, что там не работает, просто не имеет сигнализации, как бы неисправности. Просто нет датчиков. Нет, я допускаю, что с машинами все в порядке, может быть, конкретно какой-то экземпляр попался такой, не знаю. Ладно. Так, что еще происходит у нас? Так, у нас есть еще история про то, что операторы всевозможных самокатов и прочей электротехники, вот такой, которые сдавали в аренду и в прокат, начали разрабатывать усиленно материал для обучения тех, кто катается правилом дорожного движения. Ух ты! Да, то есть... Лед тронулся. В том году уже точно совершенно один из крупных игроков предлагал пройти курсы, можно было в приложении на них записаться, и они проходили в летнее время на территории одного из торговых центров, там есть площадки для этого. Вот, теперь я так понимаю, что все больше и больше участников этого процесса, этого бизнеса решают, что надо предлагать какие-то образовательные курсы для школьников, для студентов. Это все, понимаете, они же делают не из-за того, что они впитают какие-то светлые чувства к этим школьникам. Нет, да, а я надеялся. Которые у них арендуют эти самокаты, потому что вообще как бы эти самокаты окупаются там в момент, то есть при цене их там 30-50 тысяч рублей, с учетом того, что аренда самоката, если вот кто-то брал самокат в аренду, может посчитать, что она стоит примерно как проехать на такси. Она не дешевая, да, это так. Вот, а на такси у тебя там человек, автомобиль, бензин там, да, тут у тебя просто, не знаю, два колесика и две палки. Поэтому как бы это все расходный материал, который в принципе не считается вообще. Слушайте, да, это просто-напросто их борьба за сохранность собственного бизнеса, потому что уходят разговоры о том, что эту технику могут там вообще запретить, как сделали во многих европейских столицах уже, да. Вот, поэтому они, да, смотрят на их пример и понимают, что это может настигнуть и их. А бизнес все-таки неплохой. Да, бизнес неплохой. Поэтому это их способ бороться за страны бизнеса. Не надо забывать, не надо забывать, что, конечно, человек, он существо обучаемое, да, но у нас многие люди не знают, что когда горит тебе красный кружочек, тебе идти нельзя. Что по пешеходному переходу не надо ехать на велосипеде, вот, и на самокате там, да, а по нему идти надо, например. Вот, и, кстати, много людей у нас не знает, что нельзя пьяным за руль садиться и что скоростной режим превышать нельзя, хотя вроде бы куда логичней, да. А вы хотите научить людей, которые еще не созрели, как бы, лично, да, личность у них не сформировалась? Первые усики только пробились. Школьников, да, хотите научить их, чтобы они соблюдали правила дорожного движения на вот этой вот двухколесной штуке? Не получишь, называешь, да. Учиться массово не будут. Психология человека, она такая сложная. Науке неизвестна, да. Кстати, по поводу красных кружочков, абсолютно согласен. Вчера какой-то мужчина, ну, наверное, лет там 40 плюс, не глядя, перебегал дорогу в трехрядного движения. Такой молодец, думаю, что-что такое, не знаю, может, застраховался хорошенько, а жена ждет дома выплат. Да, смотрите, еще интересная новость, об этом пишет коммерсант, глава автодома Андрей Ольховский говорит, что импортировать готовые автомобили дешевле, чем производить их здесь. Возможно, эта фраза вырвана из контекста также. Ну, возможно, нам, журналистам, скоро это предъявят, посмотрим. Ну, посмотрим, да. Ну, вот он тут рассказывает о том, правда это, неправда, значит, как вообще действуют потребители сейчас, ну, там, стремятся сохранить деньги или тратят, в общем, и так далее. Но все-таки, если говорить про то, что дешевле делать, ну, вот смотрите, у нас есть пример москвича, который... Ну, шильдики наклеивают. Шильдики наклеивают, да. И локализацию какую-то делают, видимо, электроники внутри. И машина дорожает в два раза. Хотя, вот серьезно, если так поразбираться на одних и тех же моделях, как ты думаешь, Кирилл, что дешевле, ввозить или делать здесь? Ну, во-первых, если вы начинаете какое-то типа производства или даже производство просто для вида, чтобы показать, что вы там импортозаместились, да, как это у нас очень часто происходит, когда переклеиваются шильдики, это же не только происходит, например, с москвичами, да, вот, постоянно эти скандалы всплывают. Например, там, вот, я помню большой скандал, когда для полиции закупали эти вот эти рации цифровые, когда они ходили от аналога к цифре, да, под видом, там, российских раций. И купили там какие-то Моторолы и на них наклеили просто и этикетку там. С Визислав. Что-то такое, да. Вот, поэтому, а если вы типа производите автомобиль, то учтите, что вам нужен офис, да, вам нужен директор, нужен замдиректора, нужен каждому по секретарю. Бухгалтер. Какой-нибудь сервера, да, бухгалтеры, какие-то рабочие, которые там охранник, вот, офис-то арендовать, а лучше купить, а лучше подороже купить в какой-нибудь башне там на самом последнем этаже, вот, склад, стоянка автомобилей, чтобы их возить туда-сюда, какие-то люди, которые что-то будут оформлять. То есть, это уже вот просто, как бы даже не зная технологического процесса, мы уже там можем смело набрать просто административного персонала несколько десятков, которые будут получать ЗП. И они же хотят-то ЗП хорошую получать, ну, там, не среднюю, там, в 30 тысяч рублей, там, или какая она сейчас. 60 почти. Хорошую, хорошую, да. Потом там им нужны всем служебные автомобили, обязательно не москвичи, какие-нибудь там, Майбахи или еще что-то. Ну, да, да, да. Ну, кто же будет ездить на москвича-то, ну, как, представляете, что никто не будет. Поэтому даже простейшее импортозамещение в виде переклейки наклеек каких-то, оно уже сразу обрастает. Ну, да, до просмотра. Обязательно нужны пресс-секретари, блогеры и все прочее. Спасибо большое. Кирилл Сформанчук с нами, напомню, сегодня. Да, хорошего дня, друзья, и завтра с утра услышимся. Не превращайтесь. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.